Комбайн H2200 предназначен для сбора и очистки АЭХа. Перед началом работ на комбайне регулируем натяжку ремней и смазываем узлы агрегата. Каким образом это сделать мы сейчас разберем. В первую очередь мы должны смазать все узлы этого агрегата. Вот один узел смазки, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Также сейчас посмотрим как натягиваются и регулируются ремни. У нас их пять всего лишь для натяжки. Вот у нас есть цепь, мы его попускаем и у нас ремень уже свободно, есть у него свободный ход. Натягиваем цепь, натягиваем ремень таким образом, чтобы он не был сильно натянут. Была маленькая такая, чтобы он прогибался так. Вот у нас таких ремней пять. Вот один ремень, первый. Второй ремень, третий, четвертый и пятый. Ну, с регулировкой ремней и смазочными узлами мы закончили. Перейдем к процессу работы, как работает, на каких оборотах комбайн. Значит, после того, как мы все отрегулировали, смазали технической, посмотрели его. Цепляем карданный вал. Он вращается на 540 оборотов. Также двигатель трактора должен работать в режиме 1100-1200 оборотов в минуту. И начинаем мы обзор по принципу работы. Агрегаток. У нас установлены два вентилятора. Вот первый вентилятор выполняет функцию подать орех в бункер, засасывая его в это отверстие. Или в это, или в это. Это три отверстия, которые могут засасывать орех в бункер. Надевается на это отверстие шланга и работаете на расстоянии шланги. Дальше. Орех, который попал уже в бункер, переходит в бункер очистки. Он сюда засыпается. Рекомендуется засыпать максимальное количество ореха где-то выше половины. Вот в это, где-то вот приблизительно так. И потом, когда проходит он уже обработку, его кожура выходит в эту сторону. Вот регулируется это все подачей отхода. И дальше орех проходит, падает в эти отверстия, очищенные уже, обработанные. Кладывает в эти отверстия и поступает вот в этот клапан. Здесь уже начинает работать второй вентилятор. Вот этот. У него установлено два выхода, два клапана. Этот выход, эта труба подает воздух вот сюда. Здесь засыпается орех и поднимает его по трубе уже в этот бункер. И вторая труба, которая выходит, подает воздух для откалибровки ореха на пустой, который уже падает в этот бункер. И полный орех, который хороший, падает в эти два бункера. Непосредственно здесь стоит два мешка. Когда первый наполняется, переключаем заслонку, наполняем второй. Здесь мешок для отборки пустого ореха. Вот таким образом работает этот вентилятор. Он подает для очистки воздух и воздух подает для всасывания и подачи ореха в этот бункер. Этот клапан у нас для того, чтобы не отработанный орех, который не упал вот в это отверстие. Там можно посмотреть. Он выходит вот сюда. Здесь регулируется клапан. И надеваем здесь шлангу. Надеваем шлангу вот сюда. И таким образом не отработанный орех поступает по трубе и опять на вторую обработку идет. Его засасывает воздухом сюда. И он проходит вторую обработку. И перейдем теперь таким деталям, чтобы как вот это отверстие для выхода большого потока воздуха, который создаётся в этом вентиляторе. Он всасывает его. И тем же самым выходит отсюда очень большой поток воздуха. Для этого есть рекомендация. Здесь надевается гофрошланг. Она мягенькая, эластичная. Ну, желательно по рекомендациям сделать здесь пластиковую трубу с углом, небольшим наклоном. И потом только надеть вот эту гофру, которая идет в комплекте. Также нужно знать по этому бункеру. Это бункер для листьев, для отходов, для больших. Когда вы пользуетесь вот здесь, когда у вас всасывается по такой же шланге большой орех, и вы его собираете не с кучи, а собираете прям с земли, вам туда может попасть камень, ветки, большие листья, всё. Оно всё заходит вот в этот бункер. Этот бункер нужно отрегулировать. Вот он регулируется таким образом. Зазор. Здесь отверстие, вот оно там должно быть видно, должно быть отрегулировано где-то в положении 3-4 пальцев, не больше. И с этой стороны так же. Вот там есть ножи перерабатывающие, которые это всё перерабатывают. Ну, если попадает большой камень, или вы услышите звук в этом бункере, надо остановить, почистить это и продолжить работу. Это главный был тоже момент. Вот эта крышка, которая здесь закрытая, бункер закрывать, обязательно должна быть открыта в рабочем положении. Вот такой краткий обзор. И вот эта крышка закрывается. Эта крышка открывается только для того, чтобы посмотреть натяжку ремня и смазать узел. И назад мы его закрываем. И в работе он закрыт у нас.